В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. В Краснодарском крае 19 октября объявили днём траура по погибшим в Керчи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В районах организуют траурные мероприятия. Флаг Краснодарского края приспустят. Сегодня в Анапе в память о погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже прошла траурная акция. На площади возле городской администрации собралось несколько сотен жителей города-курорта. Упокой Господи, души усопших раб Твои. Слава Своей сыгры святому Богу. Панихиду провёл протеерей храма святого Ануфрия Геннадий Ключников. С раннего утра к часовне святого Осии в знак скорби и памяти о погибших жители гости Анапы несут цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи. Сотрудники администрации, школьники, студенты, представители молодёжных организаций и общественники. Эта трагедия объединила сотни людей, которые действительно неравнодушны к чужому горе. Общее горе. И на месте этих детей могли быть наши дети. Ну вот надо сейчас позвонить. Как-то так. И потому что это очень близко. Ну, в общем, невозможно остаться равнодушным. Это трагедия не только для Керчи, это трагедия, я считаю, для всей России. И анапчане точно так же скорбят по убитым ребятам. Это будущее нашей России, это молодёжь, которая погибла, ни за что, как говорится. Мы скорбим всем, все вместе, все люди, вся анапчане, все, кто живёт у нас в городе, чтобы такого больше никогда не повторилось. После панихиды участники акции возложили цветы. Анапа скорбит вместе со всей Россией. Сегодня десятки анапчан пришли в городской пункт переливания крови, чтобы помочь пострадавшим в результате трагедии. Откликнулись как почётные доноры, так и люди, которые решили сдать кровь впервые. Александр Дубровин узнал о трагедии из интернета. Сейчас продолжает следить за новостями. Помочь пострадавшим считает своим долгом. К этому призывает и других. Пусть приходят, сдают, это и для здоровья полезно, и плюс помощь людям, тем, которым нужна кровь. И не считая даже терактов, а так всё равно кровь нужна каждый день на операции, на всё остальное. Пусть приходят, сдают, последствий никаких нет для организма, только положительный кровообмен происходит. После проверки пригодности для использования в медицинских целях, кровь поместят в хранилище. В случае надобности её отправят в Керчь, в специальных боксах с постоянной температурой. Очень много откликнулось на эту трагедию, которая случилась в Керчи. Пришло больше, чем обычно, больше 20 человек пришло. Сегодня сдала кровь. Как бы это для нас хороший показатель. Сдать кровь в центре переливания можно во вторник и четверг до полудня. Потенциальный донор должен получить консультацию врача. В Анапе будут усилены меры безопасности в местах с массовым пребыванием людей. Такое решение было принято сегодня на заседании постоянно действующей рабочей группы по безопасности, которая собралась по поручению председателя антитеррористической комиссии Юрия Полякова. Помимо этого будет организован ежесуточный контроль ситуации на социально значимых объектах, учреждениях образования, здравоохранения, спорта, санаторно-курортного комплекса. Дополнительно проведут обследование нежилых помещений, подвалов, чердаков с привлечением органов ТОС, казачества и народных дружин. Сотрудники правоохранительных органов увеличат число нарядов, обеспечивающих общественный порядок во всех населенных пунктах муниципалитета. И к другим темам. Сегодня глава НАПО Юрий Поляков принимает участие в работе Краевого форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который открылся в выставочном комплексе «Экспоград» в Краснодаре. Перед началом пленарного заседания его участники почтили минуты молчания память погибших в трагедии в Керчи. Затем официальный старт мероприятию дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В числе спикеров – уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, председатель законодательного собрания Края Юрий Бурлачко, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин и другие. Специальным гостем стал киноактер и продюсер Стивен Сигал. Главная тема пленарного заседания – цифровая трансформация бизнеса. Глава НАПО Юрий Поляков рассказал, что сегодня совокупный оборот субъектов малого и среднего бизнеса курорта только за первое полгодие составил свыше 25 миллиардов рублей. У нас открыт Центр поддержки предпринимательства. Действует профильный совет, проводятся тематические круглые столы и семинары. Эти и другие меры поддержки создают благоприятные условия для развития предпринимательства, отметил Юрий Поляков. Делегация Анапы сегодня весь день будет работать на форуме. Завтра в нашем выпуске новостей мы расскажем об этом подробнее. На общественном совете был дополнен список героев Анапы для участия в конкурсе «Великие имена России». В общей национальной акции заявлено 45 городов, аэропорты которых назовут в честь всемирно известных людей. Достойные кандидатуры будут выбраны посредством голосования. Кто вошел в Анапский список – в нашем материале. По результатам обсуждений списки составляются во всех городах, участвующих в конкурсе. Их отправят в Краснодар на утверждение на региональном уровне. Реализация проекта «Великие имена России» позволит сделать это повсеместной практикой. «Великие имена» навсегда описаны в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Они станут важной составляющей туристических брендов, отдельных территорий, основной культурной концепции формирования пассажирских теминалов. Все имена будут вынесены на голосование, однако предложенные герои должны быть известны во всей стране и быть связаны с историей города. В список города-курорта вошли восемь имен, в их числе и предложения главы Анапы. Он выразил свою позицию сразу, как только было объявлено о старте проекта. «Считаю, что имя героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза капитана Дмитрия Калинина, достойно быть увековечено в названии нашего аэропорта. Это важно для Анапы, которая носит высокое звание города воинской славы. Заявил Юрий Поляков. «Достойные, которые мы называем имена, они все достойны. Но мы сегодня должны поддержать главу города, правильный выбор, я считаю, человек достойнейший, Дмитрий Калинин. Поэтому, ну это мое мнение». В 43-м году отряд разведчиков под командованием капитана Дмитрия Калинина высадился на берег близ села Варваровка. Основная цель – сбор информации, однако их окружили отряды фашистов. Бой продолжался несколько часов, в живых остался лишь один – Дмитрий Калинин. Раненый в руку и ногу, капитан продолжал держать оборону. Когда боезапаса практически не осталось, он прижал к груди последнюю гранату, подпустил к себе гитлеровцев и выдернул чеку. Даже фашистские захватчики похоронили его со всеми почестями. А в 1968 году возле места сражения капитану Дмитрию Калинину установили памятник. Его имя и будет возглавлять Анапский список. Первым должен, конечно, пойти в список Дмитрий Калинин, не в оправданном порядке, а как глава предлагал пойти. Ну а в остальном все то, что есть, мы должны дать широкий список наших предложений. В составлении списка могут помочь все жители города-курорта. Предложить имя героя можно на официальном сайте конкурса с 22 по 28 октября. Общенациональное голосование стартует уже в ноябре. Проголосовать можно не только в рамках своего города, но и за имена других аэропортов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Методы борьбы с контрафактным товаром обсудили на краевом совещании. Роспотребнадзор уделяет большое внимание продукции в магазинах. В особенности детским игрушкам и одежде. Также проверки проводятся в лагерях и санаториях. В этом году было выявлено три таких нарушения. Несертифицированные полотенца и футболки использовали в трех детских лагерях. По словам специалистов Роспотребнадзора, нарушения устранили. У нас детский курорт и мы особое внимание уделяем той продукции, которая у нас распространяется и которая пользуется в детских лагерях. В том числе это особенность курорта. Роспотребнадзор в течение летнего курортного сезона обязательно контролирует в том числе и продукцию легкой промышленности и парфюмерно-косметическую продукцию. Что мы смотрим? Мы смотрим постельное белье, мы смотрим полотенца, мы смотрим футболки, кепки, которые применяются для детей в лагерях, когда они приезжают в лагерь и лагерь им выдает эту одежду. Зачастую товар не соответствует маркировке, либо у владельца нет на него документов. В этом году в Анапе было исследовано 28 проб продукции. Шесть предпринимателей не прошли проверку и заплатили штраф. Особенно нас волнует магазин один, это ИП «Планета». Дважды мы проверяли этот магазин. Продукции первый раз не соответствовало нормативным требованиям, много было нарушений по документам. Потом, когда мы пошли с контролем предписания, также было выявлено нарушение. И на этот магазин дважды подавался материал в суд. Сейчас в магазине все еще можно увидеть обувь и одежду с логотипами известных брендов по весьма доступной цене. Если проверка покажет нарушение в третий раз, будет ставиться вопрос о закрытии магазина. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова